Пара тысяч решений, еще больше постановлений, тонны бумаг, сотни избранных лиц. Омский городской совет на уходящей неделе вспоминал былое. И 20 лет спустя, с момента первого заседания, мушкетеры местного самоуправления по-прежнему в строю. Они писали устав города, давали добро на приватизацию, принимали генеральный план развития Омска и во все созывы и времена ломали голову над увеличением доходов городской казны. Что сбылось и победой запомнилось, а где спотыкались и о чем предпочитают не вспоминать материал Марины Лариковой. Омск город-сад, город-пень, город-провинция и город-миллионник. Город, имеющий одну из лучших команд по хоккею и одну из лучших по футболу. Город, который, согласно современной присказке, можно даже не пытаться покинуть, все равно ничего не получится. А ведь тем, что он сейчас именно такой, какой есть и в плохом и в хорошем смысле, Омск обязан по большей части тем, кто в разное время смотрел на город через эти окна и принимал решения, исполняя свой гражданский долг или пытаясь заработать. Беревен требуют наши сердца. Беревен требуют наши глаза. 20 лет назад на заре российской демократии все выглядело совершенно иначе. Депутаты не прогуливали заседаний, не лоббировали интересы крупных компаний, которых, в общем-то, и не было толком. И в большинстве своем искренне верили, что от них зависит жизнь целого города. И, в общем-то, не ошибались. Законодательство в большей части отсутствовало. Приходилось писать заново. Депутаты сами писали нормативные документы, что, наверное, сейчас непривычно. То есть депутаты писали устав города, депутаты писали сами регламент, депутаты писали программы, депутаты писали положение и документы о том, как управляться должна городская собственность, как формироваться бюджет. Вы, наверное, даже сейчас не припомните, когда последний раз депутат внес полностью написанный нормативный документ. Тогда их было всего 17, вместо нынешних 40 человек. Практически каждый из тех 17 теперь лицо узнаваемое. Первыми омскими городскими депутатами были нынешний мэр Двораковский, бывший мэр, а ныне депутат Госдумы Шрейдер, ярый коммунист и депутат Госдумы Кровец, скандально известный общественник Лихачев и многие другие. Причем эти люди прошли жесткий отбор. В 90-х, чтобы избраться, нужно было не просто получить чуть больше голосов, чем конкуренты. Выигрывал тот кандидат, за которого проголосовали более 50% всех пришедших на выборы. А состоявшимися их признавали только если на избирательные участки пришла как минимум половина округа. Пройти такой отбор было очень сложно. В Омском городском совете превалировала, допустим, КПРФ. У наших соседей, у новосибирцев, там большинство было ЛДПР. И вот это вот большинство, оно не дало возможности работать представительному органу. Когда они предлагали повестку, мэр отказывался ее подписать. Когда повестку предлагал мэр, они отказывались за нее проголосовать. Конфликтный треугольник в составе горсовет, мэрии и областная администрация начался в Омске практически с момента создания каждой из структур. Однако в 98-м, когда грянул дефолт, депутаты и чиновники нашли в себе силы отбросить на время амбиции и бороться на одной стороне. Примерно в то же время народные избранники принимают несколько судьбоносных для Омска решений, в том числе освобождение бизнесменов от уплаты налогов взамен на благотворительность. Таким образом удалось буквально спасти детский спорт в Омске. Больше всего запомнился период с 98-го года, это второй созыв, когда очень сложный, конец первого и начало второго созыва, когда было очень сложное финансовое состояние в городе, на порядок сложнее, чем сейчас. Тогда группа депутатов в качестве рабочей комиссии каждое утро собиралась в департаменте финансов и поступившие деньги коллективно распределяли, кому сколько, где на заработную плату, в первую очередь, где на медикаменты, где на коммунальные услуги и так далее, чтобы город мог продолжать устойчиво жить. К 2000 году экономическая обстановка стала выравниваться. Депутаты вспомнили, что они тоже хотят кушать и кататься на хороших машинах. А мэр города Рощупкин уходит в отставку, по его собственному заявлению, потому что вынудили. Времена не выпирают, в них живут и умирают. Поэтому в такой период мы сегодня с вами и живем. Третий созыв Омского городского совета стал качественно новым уровнем в депутатской эволюции. Впервые на заседаниях и за кулисами начали звучать слова «лобби» и «протеже», а сами депутаты овладели технологиями манипулирования. Были и срывы заседания городского совета для того, чтобы сберечь муниципальную собственность. Вы говорите, срывы были. А вы когда-нибудь участвовали в таких северах? Конечно. Был даже инициатор. Так, уйдя с открытой политической арены, Сергей Алексеев готов с улыбкой говорить о многих эпизодах. Кроме самого яркого. На его счет, председатель горсовета четвертого созыва продолжает отнекиваться. Мол, все было за правду, никаких намеренных срывов. Хоть и говорит об этом не очень уверенно. Тогда, в 2012 году, состоялась кульминация политического конфликта Шрейдер-Полежаев. Горсовет должен был принять несколько важных решений, в числе которых дата досрочных выборов нового мэра. И тут начинается мистика. Алексеева прямо с заседания увозят на скорой. Оставшиеся депутаты разделяются на два лагеря. И начинается полная неразбериха. Один за другим отменяются заседания. Синхронно Алексеев и Артемий входят в больницы. Они одну болезнь на двоих носят. Сначала в одну поликлинику вдвоем синхронно. Потом там в один день закрывают больничную синхронно и идут в другую больницу. Я говорю, у них одна болезнь на двоих. Они ее вместе носят туда-сюда. Это на идиотизм уже похоже, когда они одновременно ходят вдвоем в один и тот же день синхронно болеют. Последнее заседание Горсовета четвертого созыва прошло практически нелегально. Без начальства, в половинном составе и без одобрения юридической службы. Зато пришедшему ему на смену пятому созыву не пришлось пожинать плоды работы своих предшественников. В регионе сменились руководители на всех уровнях. Новый губернатор, новый мэр и новые депутаты начали строить свой треугольник. Я считаю, что мы были свободны. Я считаю, что мы могли высказать любую точку зрения. Кстати, нами написан утвержденный и принятый устав, а теперь стал интерпретироваться и интерполироваться, чего крайне негодно. То есть подстраиваться, даже устав стали подводить под личность. У нас этого не было. Сейчас вся работа городского совета, по мнению нынешних же депутатов, в основном сводится к одобрямсам документов из мэрии. Зато удалось достичь дисциплины. Их теперь 40 против 17. И управляет ими женщина. А срывов и руганий почти нет. Удивляется первый председатель горсовета. Впрочем, сейчас это явно лишнее, учитывая катастрофическое состояние омского бюджета. На одном из заседаний было даже предложение объявить дефолт и самораспуститься. Но поддержано оно не было. Выдержит ли нынешнее поколение депутатов испытания, которые прошли их коллеги в 98-м, и как Омск выйдет из нового и пока непредсказуемого кризиса, пожалуй, расскажут к 30-летию представительного органа.